Петрозаводска По ее словам, здесь была могила ее бабушки, а теперь таинственным образом исчезла. Вместо могилы нашла свалку и обломок памятника. Я его узнаю, вот он лежит. Сейчас я пойду в администрацию, узнаю, как это получилось и что с этим можно сделать. На участок приехал сотрудник мемориала и заявил, что такого не может быть. Вскоре, после тщательного изучения близлежащей местности, исчезнувшая могила была обнаружена. Как рассказал представитель похоронной индустрии, все хорошо, что хорошо кончается. И пообещал, что в ближайшие дни свалка будет ликвидирована. Вы в следующий раз, пожалуйста, вот запомните, у кого вы поворачиваете, вот, Корженевич, вот на той стороне хорошо читается памятник. И напротив него повернули и прошли. Солидный участок городской набережной в районе памятника Петру огородили забором. Отныне движение пешеходов и велосипедистов здесь запрещено. Эту часть набережной теперь нужно обходить по дорожкам сквера. Как пояснили в мэрии, участок, обнесенный забором, городу не принадлежит. Находится в федеральной собственности и ныне арендован компанией Кишское ожерелье. По словам чиновников, в соответствии с федеральным законом о безопасности пассажирских перевозок, территория должна быть ограждена от любителей прогуляться по набережной. Не за горами день города. Такого незабываемого подарка к празднику петрозаводчане не получали уже давно. И это еще не все. Оказывается, время деревянных шашлычных и палаток на городской набережной подходит к концу. Пунктов общепита, прозываемых в народе шалманами, в Парке Победы больше не будет. Всему причиной новые изменения в земельном кодексе Российской Федерации. Земли общего пользования, в том числе парки и скверы, сдавать в аренду больше нельзя. Некоторые павильоны уже демонтированы, остальные ждут своего часа. Таким мы увидели Петрозаводск сегодня. А если и вам есть что рассказать, звоните по телефону 533232. Давайте делать новости вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова